Снова о реформах на словах, иллюстрации, лжи. Как с одной жареной, но уже остывшей темы перескакивают на другую, пока еще не дожареную. Кто лукавит, а кто при этом страдает? Ольга Теребинская подробнее. Позавчера все бурно обсуждали, как группа украинских нардепов осматривала автомобили с якобы бумпомощью штаба Рената Ахметова, в которых опять же якобы обнаружили алкоголь и сигареты, а не продукты питания. Вчера стало ясно, что это не гуманитарная помощь, а машины с нелегальными товарами. И нардепы туда поехали предотвращать такой непорядок. А то, что изначально обвинили штаб Ахметова, это уже ошибка журналистов. Эта машина с северками Ахметова, пожалуйста, почему вы говорите, что это был конвой Ахметова? Нет, мы не говорили про то, что это был конвой Ахметова. И журналисты, которые видели фотографии, они решили, что это все относится селища Богатыр, где был остановлен конвой машин с написом «Гуманитарный вантаж» от Фонда Рената Ахметова. На самом деле, эти фотографии были сделаны на линии фронта между Лисичанским и Первомайским. Это был бы милка журналистов? Да. А вот один из нардепов, Владимир Поросюк, утверждает на своей страничке в Фейсбуке. Это была гумпомощь фонда Ахметова. Кто из них говорит правду, а кто врет? За ширмой слов, правда, сложно разглядеть. Еще один вопрос. Почему в Венеции утром солдались, что закон иллюстрации принят на ура, а к вечеру оказалось, что все с точностью наоборот? И быстро переключились с протухшей темы на свежую блокаду гуманитарной помощи, упакованную в патриотическую риторику. В нас настолько талановая и выбудована система коррупции, что по ней нужно наносить удары с разных боков. Вот такой вот сильный ответ. Для того, чтобы понять саму суть, позвонили известному блогеру Евгению Итинзену. Он был занят. Возможно, сейчас за границей. Он любит Индию. И вот, что он писал на своей странице в Фейсбуке. Дорогие мои друзья, защитники громадских активистов Ч и С. Разница между нами в том, что для вас вышеуказанные активисты – персонажи из телевизора. А для меня чуть-чуть нет. Когда я вижу этих людей в роли народных избранников, это значит, что посланы мы все. На этой странице отмечено, что Итинзен, очевидно, подразумевает тогда еще кандидата в нардепы Татьяну Черновол, которая призвала отделить оккупированную территорию от Украины, а С, возможно, Егор Соболев, которого Итинзен в одном из предыдущих постов назвал бестолковым. Почему призывали отделить оккупированные территории от Украины и кто из них бестолковый или нет, на этот вопрос у самих авторов всегда найдется убедительный, по их мнению, ответ. А пока придется писать новый закон иллюстрации, машины с гуманитарным грузом заблокированы на блокпостах. И президент, и посол Соединенных Штатов Фаек уже сказали, гуманитарная помощь должна быть доставлена в оккупированные зоны. Понял ли это человек, чьими устами, или вернее руками, пишет свои посты бывший зам Европетровского губернатора Филата. Ольга Теребинская, Никита Исайко, Валентин Делищ. Подробности в Телеканал Интер.